Сначала репортаж из Главного управления внутренних дел по Нижегородской области. К нам на телестанцию обратилась жительница Володарска Елена Куварина, которая сообщила, что когда она пришла к полицейским за помощью, ее и больную дочь в главке схватили и насильно удерживают. Несколько часов у меня и моя дочь, она инвалидов второго группы, удерживает. У нас 4 часа предо предъявления какого-либо постановления об аресте или еще о чем-то. Выйдите, пожалуйста. У нас 4 часа, вот она голодная, ребенка, то есть второй группы инвалидов удерживали дома. Вот здесь до прибытии оборотник погонс из Володарского РУВД, которые незнакрадно я писала на них заявление, и они пытались нас вот сейчас к ним в машину столкать. И отвезти, мы им не доверяем, то есть мы написали о привлечении к уголовной ответственности. Ты что делаешь? Понятно, что я такие доверяю? Делаю! То есть, представляете, они пытаются фабриковать дело. Она у нас, это как, в родске числятся, в федеральном родске. Она знала не то, что якобы, на то, что я незаконно поместила свою дочь в 2010 году в психиатрической больнице. Пока вот 4 часа мы здесь ждали, мы были вынуждены, ну как бы они нас затащили сюда, дочерью стукнули об дверь и скручивали руки, вот об эту дверь. Он ее вот так прижал, ударил, Вероника, иди сюда. Ну, она и напугалась, конечно, больно, если он ее об дверь ударил. Ну, случай не очень ординарный. Женщина пришла в ГОМВД России по Нижегородской области в помещение для приема граждан, для того, чтобы приобщить документы к ранее поданной ею жалобой. Когда ее личность начали проверять по нашей базе, для идентификации выяснилось, что она находится в розыске. В розыске она объявлена судом Володарского района, как обвиняемая в совершении преступления, предусмотренная 128 статьей Уголовного кодекса, это клевета. Она попыталась скрыться из здания ГУ и была остановлена сотрудниками уголовного розыска, после чего сама пыталась оказать им сопротивление, и ее дочь, которая не вполне здорова, она тоже бросалась на сотрудников полиции, пыталась их укусить, ударить. Дело в том, что мы приехали на прием, и дочь били, прямо там выкидывали. Дочь... Я сейчас, ладно. Врачи сказали, что нужно в траппорт, но они не могут ехать, сказали, со мной. А одна она не поедет в траппорт. Машину пройдемте. Мы никуда не будем проходить. Сейчас тогда будет применять физическую силу. Пусть врачи берется сначала объяснение. А вы что угрожаете сотрудникам полиции? А вы не разговариваете так с моей дочерью. Ее сегодня били около обыту двери, швырили, руки выкручивали сотрудникам полиции. Кстати, все эти бурные страсти так ничему не закончились. Семью Кувариных на машине полиции отвезли в суд, чтобы избрать меру пресечения. Но судья их не дождался, сказал, что поздно и ушел домой. В результате Елену Куварину, которую суд объявлял в федеральный розыск, отпустили домой. Теперь она точно так же может и дальше сидеть дома, не открывать дверь полиции. Ее повторно будут объявлять федеральный розыск.